А вот жительнице Павлодара во второй раз пришлось испытать шок. В прошлом году Ажар Сагандыковой прислали квитанцию для оплаты налогов на недвижимость на имя покойного отца, который скончался в 2014 году. Тогда представители налоговой службы извинились, сама женщина обошла все необходимые госорганы. Но несмотря на все предпринятые меры, в этом году извещение на умершего человека пришло снова. Как издевательство, как оскорбление, нанесение все-таки и морального вреда, потому что вновь эту квитанцию видала мама, она нервничает, это неприятно всей семье. Они извинялись, да, просили, чтобы я пришла. Я приходила к ним, думаю, ну ладно, бывает, там база, сбой, но в этом году я уже никуда не пойду, и я думаю, что налог я платить не буду, налог пришел на покойного отца. В управлении госдоходов сообщили, похожие ситуации иногда возникают, но якобы не по их вине. Всю информацию они получают из правительства для граждан. Почему прошлогодняя ошибка произошла вновь, не знают. Скорее всего, специалисты, несмотря на резонанс, снова забыли внести исправление в базу. Между тем, отец Сажар Сагындыковой скончался пять лет назад, а квитанции на его имя стали присылать с 2018 года. В прошлом году, когда была эта ситуация, наши сотрудники связывались, на тот момент это был РГП, Центр недвижимости, и, насколько я знаю, они отвечали, что данная доля после смерти гражданина, она то ли по наследству не перешла, то ли вот... В общем, она так за эту долю, за этим человеком и осталась. Соответственно, эти сведения они так и нам не предоставляют. То есть они вам предоставляют недостоверные сведения? Ну, в данном случае, да, недостоверные, не могу сказать. Наше дело только как по представленным сведениям начислить налог.